меня зовут федор васильев я продолжаю серию уроков про небезызвестных разработчиков для jumla regular labs которые давно существуют на рынке который выпускает очень очень полезные расширения для jumla в этом видео мы рассмотрим бесплатную версию плагина айпи логин то есть вход в админку по айпи адресу то есть упрощенный вход как это выглядит кому подойдет давайте посмотрим есть бесплатная версия с которым можно начать и если будет не хватать опции можно купить про версию за 19 евро можно скачать прямо отсюда или по названию скачать данный плагин установить сразу из админки jumla давайте посмотрим прошлых трех видео я показал плагины от данного разработчика 1 это расширение возможности для модулей готовы куски фрагменты контента для быстрого старта для быстрого создания статей и tooltips всплывающей подсказки кто не видел посмотрите эти уроки мы с вами продолжаем я в админке своего демо сайта перехожу через вкладку jet если она вас не установлена можете ее установить через поле поиска по названию плагина я найду данный плагин находим его здесь айпи логин нажимаем нажимаем еще раз install и еще раз установить нажима после установки давайте посмотрим что установилась перейду в плагины кликну по айди кликну еще раз чтобы отсортировать и увидеть плагин наверху да он у меня здесь вот оказался айпи логин здесь практически нет настроек здесь вот нам говорится что мы будем использовать секретный ключ и удалить ли его при загрузке страницы стоит допускай так стоит и можно быть только для админской части только для фронтальной если у вас стоит другое значение может поставить да сохранить настройки после установки активации данного плагина нам нужно перейти теперь у нас появляется новая вкладка в менеджер пользователей заходим в свой по сути аккаунт супер юзер главного администратора то есть если у вас работает несколько людей администраторов на сайте для каждого индивидуально можно настроить быстрый такой вход смотрите вот вкладкой появляется после установки плагина айпи логин и давайте посмотрим как здесь что нужно настроить включить в оба то есть для админки для фронтальной части для фронтальной части сайта например если вы заходите где-то на компьютере работали потом с масса своего смартфона решили зайти в админку или с фронтальной части сайта авторизоваться на сайте если у вас этот плагин установлен представьте у вас какой длинный пароль до который на смартфоне использовать неудобно все вы его не помните и писать его где-то отдельно копировать на смартфоне это крайне неудобно поэтому можем заходить в админку авторизовываться с помощью секретного ключа который никто не знает и как это выглядит давайте посмотрим здесь смотрите айпи адрес у вас здесь плагин будет вам говорить что ваш текущий айпи адрес вот такой и здесь надо сделать маленькое примечание сейчас у меня статичный айпи адрес то есть пока я комп не выключу не включу у меня адрес не поменяется у кого айпи адрес динамические например во время выключили интернет включили интернет и айпи сменился не знаю как это будет работать возможно придется прибегать к про версии плагина потому что в про версии доступны там специальные такие для динамических адресов возможности у меня подсвечивается что это мой айпи адрес я его копирую отсюда да где мне пишут ваш текущий айпи адрес и проставляю вот в это поле дальше секретный ключ английскими буквами какое-то просто незамысловатое слово которое вам удобно будет запомнить которым вы будете пользоваться дело в том что с помощью этого ключа мы очень быстро будем заходить в админку то есть сокращая путь то есть по идее нам нужно записать логин пароль и нажать войти но если пароль мы используем сложный для авторизации да и на смартфоне его практически нереально вводить если нам нужно со смартфона поработать над сайтом тогда нам очень будет полезен данный плагин то есть я здесь пишу секретный ключ федор сохранить закрыть и как это будет работать давайте посмотрим напоминаю что для каждого администратора можно настроить у 2 ваш администратор другой же будет айпи адрес и другой может быть ключ для ваших доверенных администраторов тоже это можно настроить но если не хотите как бы для других можно не настраивать только для вас на фронтальной части сайта смотрите вот обычный логин форм до стандартный модуль авторизации jumla на сайте то есть с помощью него и будем входить вот скажем например я могу забыть даже логин и пароль что мне нужно сделать в адресной строке после нашего адреса слэш я ставлю вопрос и пишу вот это свое секретное слово нажимая enter пройду на главную вот вы видите авторизация сработала здравствуйте супер юзер то есть по сути второй такой способ входа на сайт более упрощенный и многим возможно будет полезно так входить на сайт давайте протестируем как это здесь работает в админке если конечно вы включили чтобы это работало и для админской части здесь немножко по-другому мы видим наш путь обычно это один тот же путь у каждого сайта наш адрес потом администратор индекс php после индекс php также я ставлю косую черту ставлю вопрос и свое секретное слово нажимаю enter и смотрите вы видите я авторизовался я нашел зашел на сайт то что сейчас предупреждение не смотрите это ругается совсем на другое что низкая версия php стоит здесь ничего страшного то есть к нашему уроку это не относится но самое главное я вошел вы видели с секретным словом я зашел и в админку тоже напоминаю что вы можете этим управлять если вы боитесь в админку можно не делать такой доступ только с фронтальной части сайта в любом случае это секретное слово никто не знает я думаю что это будет многим плагин очень полезен на этом я урок заканчиваю а в следующем видео вас ждет видео про полезный плагин быстрая навигация по длинным статьям то есть все направлено на то чтобы ускорить рабочий процесс ускорить вашу работу в процессе создания сайта то есть есть простой метод как сделать оглавление быстрый переход по статье руками то есть вручным способом за счет якорей да он процесс достаточно долгий если статья длинная а я вам покажу плагин который это делает в один клик быстро навигацию по статьям до следующего видео в следующем видео Продолжение следует...